Программа предназначена для аудитории от 16 лет. У нас уже предстоят менее чем через неделю. Если вы не в курсе, то в следующий воскресенье у нас выборный единый день голосования. Кстати, во втором часе вы можете к нам звонить и просто высказываться на простой вопрос. Предложим вам ответить, пойдете ли вообще на выборы на ближайшие или не пойдете и почему. Это все во втором часе. Но что касается первого часа, то у нас 50 на 50. Это по поводу состава мужского и женского. Да, сразу скажу, что мы с Вовой сегодня очень удачно сидим у каждого из нас справа и слева по одной свете. И мы сидим и только занимаемся тем, что загадываем желания. Так что если мы вдруг замолчим в эфире, вы не переживайте, просто мы загадываем. Это желания исполняются уже. Да, мы замечтались. Ну, во-первых, Светлана Медведева у нас сегодня в студии министр спорта Кировской области. И как необычно и непривычно говорить с приставкой уже бывший министр. А мне больше нравится экс-министр. Экс-министр. Экс-министр, кстати, звучит красивее, чем ИО, потому что по-русски говорится легче. И по-спортивному это понятно. Экс-экс. Ну, тем более, что чемпионы в спорте у тебя никогда экс-то не бывают. Что экс-чемпион, он чемпион. Здравствуйте, Светлана Владиславовна. И Света номер два, наш главный редактор. Запомни, он Свет назвал тебя Света номер два. Твой сотрудник назвал тебя номер два. Я не буду мстить. Ты просто его уволишь. Да, Светлана Занько. Ну, почему Светлана Занько? Все-таки Светлана Владиславовна еще и наша коллега. Да. Программа «Спорт с Медведевой». Конечно. И мы сейчас, наверное, сразу и спросим, может быть, возродим. А мы уже обсуждали этот вопрос. Обсуждали уже. Так скажем. А может, уже не спорт? Может, уже не спорт? Может, с другой стороны начнем открывать? Я все-таки истфак закончила. Может, я... Истории рассказывать будете? Ну, какие-нибудь. Володя, вот, понимаешь? Конкурент тебе вот. Я же тоже конкурент. Я же коллега не конкурент. История очень многогранна. Мы можем поделить темы. Да. Ну, понятно, в общем-то, да, почему мы сегодня здесь собрались. Вообще, надо сказать, что этот год, ну, он войдет в историю. Уже вошел в историю, да, год 2016 в Кировской области. Вот с конца июня мы в этой студии, в том числе, все какие-то итоги подводим последних лет. И Светлана Владиславовна стояла у руля спорта в области с 2009 года. Да. С небольшим перерывом. Ну, практически без перерыва. Да, у руля и у руля. И вот сегодня хотелось бы в рамках нашего мужского понедельника поговорить о том, что было сделано. И, наверное, самое главное, сосредоточиться. А что же дальше-то? Дорогие друзья, я сразу... Что же дальше? Сразу хочу сказать радиослушателям, и вам не будет плача, Ярославны. Не будет никаких пессимистических прогнозов, потому что абсолютно взвешенное, обдуманное решение. Наступает когда-то момент, когда в жизни нужно что-то менять. Причины бывают разные. В моем случае это абсолютная констатация моего профессионального выгорания. Вот наступает такой момент, когда ты понимаешь, что либо не можешь, либо уже не хочешь делать то, чем ты занимался много лет, занимался с огромной душой, с энергией. На сегодняшний день приходят новые люди с нормальными, правильными амбициями, со своими планами. Будет меняться вся стратегия работы. И очевидно желание делать это ярко, хорошо. И я на сегодняшний день не чувствую в себе внутренней энергии соответствовать новым задачам, новым направлениям работы. Поэтому гораздо честнее в этом признаться и вовремя уйти с работы, чтобы у других была возможность этим задачам соответствовать. И еще более амбициозные планы, может быть, какие-то новые проекты будут реализованы в ближайшие годы. Я искренне желаю тем, кто придет на мое место, тем, кто уже пришел в руководство области, чтобы это все реализовалось. Я думаю, что у них есть для этого и ресурс, и желание, и энергия. Но, собственно говоря, если потребуется какое-то мое участие в том или ином виде, посоветовать, познакомить, я никогда не буду отказываться. Если говорить об итогах, то, наверное, это не мое дело. Естественно, и жизнь, и деятельность, особенно профессиональную деятельность, всегда должны оценивать другие. Это, с одной стороны, те, для кого ты работаешь, с другой стороны, те, с кем ты работаешь. Поэтому, наверное, эту оценку мне дадут другие люди. А я, честно говоря, с благодарностью буду вспоминать этот период, потому что было интересно, удалось сделать много хорошего. И было иногда так тяжело, потому что вот когда ты приходишь со стороны куда-то, там не бывает душевной привязанности и понимания. Когда ты из этой сферы, когда ты была и спортсменкой, и тренером, и директором маленькой школы, и большой, и приходишь вот на самый верх этой пирамиды, ты всегда оказываешься между молотом и наковальней, между возможностями бюджета и между творческими порывами тренеров. Это очень сложно как-то вот либо находить средства, им помогать, либо объяснять им, что вот на сегодняшний день это невозможно. И вот это ежедневная работа и еженочная работа, потому что на такой работе нужно посвящать себя только 24 часа в сутки. Иначе это невозможно. Валерия Славовна, давайте как раз таки зацепимся за бюджет. Что было со спортивным бюджетом в области за эти 7 лет? Вы знаете, я вот сейчас уже в деталях не припомню, но в 2009 году у нас всегда главная цифра была, это спортмероприятие, это финансирование видов спорта. Было 24 миллиона, потом в какие-то годы было 65, потом было какое-то небольшое снижение. Но в нашем случае это был очень важный прорыв. Виды спорта как-то окрепли. Я правильно понимаю, что финансирование в разы увеличилось за это время? Увеличилось в разы, но, наверное, не в этом самое главное. Очень сложно было настроить систему. Потому что самая большая беда была даже не в том, что мало денег. Самая большая беда была в том, что никто не знал, сколько их, по сути. И считаю недопустимым для чиновника сосредотачивать этот процесс распределения финансов на одном отдельно взятом человеке. Какими бы мы там грамотными, умными, крутыми не были, мы все равно люди. Все равно вступает человеческий фактор. Для того, чтобы его отсечь, нужна система. Вот в нашем случае была плоха ли, хороша ли, но в итоге, как показало время, наверное, все-таки более хороша, чем плоха система распределения средств между видами спорта. Самое главное для спортивной федерации было то, что они стали полноценными участниками процесса. То есть каждая федерация... Каждая из них мог претендовать уже, да? Каждая федерация раз в год имела право высказать претензии, либо одобрение по поводу этой системы, либо внести предложение по ее изменению и так далее. И вот я была много лет президентом федерации плавания, и всегда для меня было самым сложным, даже не то, что деньги есть или нет, но их, как правило, не было. А самое сложное то, что ты не знаешь, на какую подачку ты можешь рассчитывать. Вот мы эту систему изменили в корне. Сегодня, уже там в декабре месяце, каждый президент федерации знает свою квоту, которую он получит из областного бюджета. Но эти квоты устанавливаются каким-то образом с учетом их пожеланий? Это система балловой оценки деятельности каждого вида спорта. А, то есть как они поработали в прошедшем году? Как поработаешь, так и полопаешь. Как полопаешь, так и потопаешь. Или наоборот, как потопаешь, так и полопаешь. Конечно, и каждый президент уже может принять решение, какому направлению, там, молодежному спорту, ветеранскому, будет отдано предпочтение в следующий год. Либо у него есть очень внятный документ для работы со спонсорами. Вот мне столько-то гарантирует государство для того, чтобы наш вид спорта был крутой, развивался хорошо, нам не хватает столько-то. И этот вопрос можно решить один раз в год. Это достаточно комфортная ситуация и для тех спонсоров, которые готовы поддерживать вид спорта, и для президента федерации. Слава, просим прощения. У нас небольшая сейчас пауза. Скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается мужской понедельник. Николай Голиков. Владимир Сметанин. И тема у нас такая сегодня грустная, грустная мужская. Мы беседуем сегодня с министром спорта с приставкой «Экс» Светланой Медведевой. И говорим, как бы, о некоторых итогах, так сказать, не сказать, спортивного года. Светлана-то Владиславовна сильно грустной не выглядит. Нет, слава богу. Тема грустная, не грустная, Светлана. То, с каким настроением мы, с какой осанкой. Светлана Владиславовна сегодня к нам зашла. Она всегда с такой осанкой. Молодец. Ни в коем случае. Володь, ты занимайся спортом, у тебя такая же будет. Конечно. Да. Вот мы хотели, как раз в перерыве, хотели услышать, поговорили о том, что хотели бы услышать. А как выстраивалась вот эта система баловая, которую вы упомянули, на основании которой происходит пока еще распределение средств? Ну и мы выяснили в перерыве, что у нас 66 федераций спортивных насчитывается в регионе. Из них 54 аккредитованных. Аккредитованные это что значит? Ну это те федерации, которые прошли процедуру, так скажем, написания программы, защиты каких-то своих стратегических направлений. Они аккредитуются в нашем министерстве регионального. Да, они аккредитуются в нашем министерстве. Но этот процесс важен не только для длинных уровней региона, этот процесс важен для Всероссийских федераций тоже. Потому что от количества аккредитованных региональных зависит в итоге отношение Минспорта России к Всероссийской федерации. То есть Российская федерация тоже за счет этого имеется какие-то баллы? Вот. Но не хочу сказать, что мы какие-то тут вообще гении. Хотя такая система в первый раз была очень позитивно оценена Светланой Журовой. И благодаря ей об этой системе балловая оценка стала известна в других регионах. И многие у нас приняли наш опыт на вооружение. В чем это состоит? Мы не придумывали ничего нового сами. Мы взяли за основу те критерии, которые важны для Минспорта России. То есть есть методические рекомендации по оплате зарплаты тренеров. И там все понятно, что является важным для Российской федерации, для Министерства спорта. Это в первую очередь высокие спортивные результаты. Результаты мастерства. Участие в турнирах разных уровней и успешное участие. Там есть баллы просто за участие. Но это не менее чем чемпионат Европы и выше. За чемпионаты и первенства России только за призовые места. Иногда за шестерку. На Кубках России за призовые места. И так далее. Это огромный документ. Плюсом к этому туда добавлены важные для региона показатели. Это в первую очередь количество занимающихся тем или иным видом спорта. Это основа. Все-таки мастерство мастерством. А для здоровья населения массовость самый главный показатель. Дальше учитывается наличие тренерского потенциала. Количество заслуженных тренеров и так далее. Базовым видом спорта дается коэффициент. Потому что базовые виды спорта определяет Минспорт России. Из региона за это спрашивают особо. Какие у нас базовые виды спорта? У нас на сегодняшний день конькобежный спорт, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика, греко-римская борьба. И для людей с нарушениями здоровья это лыжные гонки, биатлу. За эти виды спорта с нас спрашивают особо. То, что уже десятилетиями существуют и развиваются традиции. Наши традиции совпали с мнением Минспорта России. Но такая система в Минспорте России существует, если мне не изменяет память, примерно 4 года, не более. Дальше, если мы говорим о финансировании. На мой взгляд, существенно выросла зарплата тренеров. Это очень важный показатель. За счет чего удалось показатель нарастить? Значит, опять же, есть рекомендации Минспорта, которые мы всегда не выполняли. Ну, живем так, как можем. Как говорится, и за это, собственно говоря, даже никто и не ругает. Но удалось доказать, что вообще этот труд важен, нужен. Особенно мы в последнее время видим, как охотно родители ведут детей в спорт. И поэтому труд спортивного педагога на сегодняшний день, на мой взгляд, оценивается достойно. Это тоже очень был важный момент. А перспективы еще он наращивает? Увеличивает зарплату? Я думаю, что... До последнего момента она оставалась? Нет, основания есть, но нет возможности. Это все понимают. А что значит достойно? Какая зарплата? Средняя у нас по региону 22 тысячи. Ну, средняя зарплата тренеров, это с учетом, к счастью, большого количества пришедших молодых, совсем молодых, у которых невысокая зарплата. У нас, я думаю, сейчас порядка 25. У нас есть тренеры, которые работают на высшее мастерство, у которых зарплата больше 50, у некоторых 80. Но это единицы, это, понятно, штучный товар. Но, тем не менее, раньше таких прецедентов не было, сейчас есть. Это тоже предмет для гордости. И вот я думаю, что... Ваш вопрос там, что будет? Ну, я думаю, что хуже не будет точно. Потому что, ну, не... Хуже некуда. Ну, я не знаю, в спорте на сегодняшний день создан хороший задел. В благоприятные экономические годы для спортивных школ много что построено. Приобретено много инвентаря. Мы вошли во все, какие только возможны, федеральные программы, гранты. То есть, несмотря на снижение возможностей областного бюджета, школы получают поддержку из федерального. Ну, слава богу, а то вы меня напугали. Я думаю, хуже уже не будет. То есть, так мало финансирования и поддержки, что уже никуда кати. Нет, наоборот. С другой стороны, говорю, я вижу настрой нового руководства в области все лучшее сохранять. А у нас отвечает сейчас за это Дмитрий Александрович Курдюмов. Дмитрий Александрович Курдюмов. Дмитрий Александрович сам активно занимается спортом в последнем забеге. Участвовал очень достойно. Я не думаю, что он разберется и подберет достойного руководителя. И, собственно говоря, все, что будет признано хорошим, будет сохранено, что-то будет еще улучшено, усовершенствовано. Я не предвижу краха в спортивной системе. А во главе ведомства кто сейчас стоит? Пока исполняет обязанности мой заместитель Востриков Александр Александрович. Просто мы знаем, что наше министерство спорта регионально одно из самых немногочисленных в структуре правительства. Вас мало, но вы в тельняшках всегда были. Оно одно из самых немногочисленных в Российской Федерации, даже не из министерств, а просто управления департаментов. Но очень грамотные сотрудники. Никакой катастрофы не предвижу, никакого пессимизма не хочу высказывать. Не будет никакого краха. Возможно, будет еще лучше. Давайте вспомним, какие проекты были запланированы еще. Мы можем отметить, что был построен богатыри, который существовал больше 20 лет. Дворец единоборств. Да, дворец единоборств. Олимп-арена, построили дымку, ледовый дворец, перекоп, быстрицу. А что было еще запланировано? К сожалению, мы не выполнили, ну то есть не то, что не выполнили, а идем с отставанием по графику строительства ФОКов в районах. Но на ближайшее время, с учетом стратегии работы Министерства спорта России, как раз внимание будет уделяться именно таким небольшим объектам. Скульптурно-оздоровительные комплексы в районах. Сколько их? Давайте вспомним. На сегодняшний день 10. И в этом году, ну такой серьезный экзамен в очередной раз. В Демьяново, да, у нас в этом году? В прошлом году. А, в прошлом уже, да. В Демьяново. В этом году в Советске заложили, начали строительство. Ну там уже не заложили. Там полным ходом идет стройка, и это серьезный экзамен, потому что если мы остаемся регионом, у которого нет ни одного срыва по срокам сдачи объектов. Кстати, хочу сказать, что в июне месяце у нас отработала счетная палата России в течение месяца по всем стройкам. Спортивным. По спортивным стройкам, ну чисто по нашей теме. И как мне позвонили из Минспорта России, то у Кировской области лучшие результаты по итогам проверки счетной палаты. А что нам это дает еще, как это возможно? Это дает уверенность в том, что с нами готовы работать. Это в Министерстве спорта ключевой показатель. Все делается вовремя. Все обязательства исполняются. У меня нет сомнений, что в этом году ФОК в Советске будет достроен. И на будущий год уже новому руководству будет не стыдно встречаться с Министерством спорта России и претендовать на следующий год на строительство ФОКа в Сосновке. Потребуется работа, потребуются переговоры. Но еще раз говорю, готовы оказать консультативную помощь, помощь по поводу установления контактов, познакомить со всеми ключевыми отделами Минспорта России для того, чтобы вот это направление у нас сохранялось. ФОКи по-прежнему типовые остаются? ФОКи типовые, но тут... А стоимость растет строительство как-то со временем? Она разная. Это зависит от участка, на котором строится объект, это зависит от сетей, от протяженности сетей и так далее. Но где-то примерно везде одинаково. Но по поводу ФОКа в Советске я хочу сказать, что наше большое достижение по поводу того, что очень хорошая доля софинансирования федералов. Это первый раз, когда федералы дают 59 и региональных только 15. Это первый ФОК с таким высоким показателем федерального софинансирования. То есть это еще раз говорит о том, что у нас репутация региона, с которым можно работать. Это важно. И я думаю, что это будет сохраняться и дальше. У нас реклама сейчас традиционная для середины часа. Скоро вернемся буквально полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наша программа. Николай Голиков, Владимир Сметанин. Еще раз. Ну я быстро, так чтобы акцентировать внимание на тех, кто у нас в гостях. Еще раз, да. В гостях у нас сегодня Светлана Медведева, экс-министр спорта Кировской области. И Светлана Занько, главный редактор ХМОСКИ в Кирове. Да, мы вспоминали тут, какие спортивные объекты были возведены за последнее время. В том числе о физкультурно-оздоровительных комплексах поговорили. Ну и легкоатлетический манеж. Я думаю, стоит еще уделить ему внимание. Мы уже довольно-таки много говорили здесь в студии. Какая ситуация с ним сейчас? Вы знаете, вот тоже слышала там свой адрес, несколько смс-ок, звонков. Что будет с манежем? Не нужно такие важные объекты зацикливать на какой-то личности. Все будет хорошо. Программа «Газпром детям» это настолько серьезная программа, что тут на личности не завязано ничего. Если решение принято, я так понимаю, что ресурс в РИА губернатора Кировской области в «Газпроме» присутствует. И никак не меньше, чем у предыдущего руководства, манеж будет построен в лучшем виде. Как раз-таки на эту осень анонсировали закладку, да? Там все своим чередом. То есть, несмотря на то, что какие-то сроки начала строительства могут переноситься, это на сегодняшний день уже не является основным. Вопрос решен. Манеж в Кирове будет. Кроме манежа, уже если забегать вперед, какие-то стояли уже планы? Слава Ли Славовна, обговаривались раньше? Честно говоря, в плане каких-то уж отдаленных каких-то стратегических задач. Понятно, что при манеже потребуется стадион легкоатлетический. Это необходимость. По какой программе он будет строиться, это будет решать уже следующее руководство спорта и области. Но это необходимость. Все остальное это продолжать строить фоки в районах. А строительство бассейнов в районах? У нас в программе до сих пор остается Вятские поляны, Слободской, но проект не закуплен. На сегодняшний день правила игры Минспорта России – это типовые проекты, включенные в рекомендованные. Уже теперь даже не Минспортом, а Минстроем будут. Поэтому тут потребуются усилия. Финансовые усилия, то есть? И финансовые, и со стороны строителей. Потому что мне всегда задают вопросы по строительству. Я сегодня уже вроде как и на них отвечаю. Но на самом деле строительство – это очень сложный вопрос. И в большинстве регионах, во всех регионах этим занимаются строители. Поэтому тут нужно будет очень тесное взаимодействие двух ведомств. Ведомство строительства и ведомство спорта. Мы не можем обойти этот вопрос очень важный. Который… Объясню почему. Потому что прошедшая прямая линия с Рио-губернатором Игорем Васильевым содержала множество вопросов. У нас на сайте, сразу могу сказать, 37 вопросов, из которых был взят один странный возглас насчет ЖКХ до Коли. Я прошу прощения у наших слушателей, что ни один по существу вопрос, который вам был задан, не включили организаторов в прямую линию. Мы уже на эту тему с организаторами пообщались. И, слава богу, нам пообещали, что все-таки те предметные вещи, которые вы написали, написали вы очень правильно, грамотно и хорошо, слушатели, мы передадим все это в аппарат в Рио. И они обещали, что ответят в письменном виде. Будут публиковать, да? Дай бог, потому что вы писали и во время этой линии, и до нее, и писали предметно, и правильно, как мы вас с Володей просили в четверг, когда говорили об этой прямой линии. И там несколько вопросов, буквально обращенных напрямую к Игорю Владимировичу и только к нему, касательно команды Родина. И уж и так, и сяк, значит, пытаются стимулировать в Рио губернатора на то, чтобы ответил, что вы думаете по поводу команды Родина. Насколько я понимаю, в прямой линии об этом речи вообще не шло. Но, тем не менее, вот и Дмитрий Анатольевич у нас на сайте, и еще там несколько человек, они конкретно к главе региона апеллируют и говорят, что только с вашей помощью команда может выживать, оставаться на плаву. Вот понимаете, оставаться на плаву, вот такое выражение. Не достигать результатов, а оставаться на плаву. Причем я понимаю, что это люди, которые имеют отношение к какой-то команде, судя по тому, как они пишут. Мы знаем, что в прошлое время Никита Белых сам занимался командой Родина, это озвучивалось. Он там искал спонсора, Сям искал спонсора. Сейчас что придется сделать в Рио губернатора в этом случае? Вы знаете, вот именно поэтому люди и пишут губернатору, потому что они приучены именно к такой системе работы. Для меня вопрос команд, он всегда был крайне сложным. Крайне сложным. Потому как если алгоритм действий в органе власти, он понятен. То есть идет финансирование, требуется результат. То финансировать команды с бюджетами 155 миллионов у нас ни одна... В год. В год. У нас ни одна спортивная школа такого бюджета не имеет. Напоминаю, у нас 66 миллионов. Вообще, нет, федерации. 66 миллионов, да. 66 миллионов, да. Сейчас меньше 65 миллионов. Меньше 65 миллионов финансирование на все федерации, а бюджет команды Родина 155 миллионов в год. Вы знаете, на мой взгляд, вопросы команд очень в большой степени лежат в плоскости политической. Поэтому какое будет решение, принято, так, собственно говоря, и будет эта ситуация. Да это касается не только Родины, но и той же футбольного Динамо, та же ситуация, или все-таки специфика есть? Я вам за Динамо не могу ответить, потому что там учредители, по-моему, два, наверное, общества Динамо и город Киров. У команды Родина три учредителя. Это область, город и завод Лепси. Ну, везде уважаемые и сильные руководители. Я думаю, что они найдут способ, как этот вопрос решать. В мою компетенцию это никогда не входило. А можно я только один такой вопрос задам, как мама просто задам вопрос? 155 миллионов это на содержание, можно сказать, на поддержку команды Родины взрослой или на развитие в том числе и детского спорта? На развитие детского спорта всегда проводился конкурс, и команда, понятно, что клуб его выигрывал, это у нас единственная школа. Последний год это было 14 миллионов 800 тысяч. Это другие деньги, отдельные? Это государственные деньги, это именно на развитие детского направления внутри хоккейного клуба Родина. То есть я так понял, что судьба Родины зависит от того, как будут работать с внебюджетными источниками, потому что бюджет по любому поднять ее не может. В первую очередь, какое будет принято политическое решение, какие будут поставлены стратегические задачи, какие будут определены приоритеты. Естественно, как будет выстроена работа по поводу поиска внебюджетных источников. Так, я ничего не путаю, у нас Родина ведь РЖД, да? Ну, в последний раз было объявлено, что спонсор РЖД, но с тех пор я не слышал ничего об этом. Ну, насколько я знаю, это разовый контракт на 60 миллионов рублей. То есть вот такого, как там и в Зените, в ЦСКА и так далее, что на много-много-много лет бренд финансирует одна и та же госкорпорация или крупная компания или так далее. У нас, к сожалению, нет такого. А вообще это было бы, наверное, правильно, потому что, ну, как ни говорите, что это все-таки бренд Кировской области. А правильно я понимаю, Светлана Диславовна, вот как человек далекий от профессионального спорта, так с трудом по всей стране развивается хоккей с мячом, именно потому что это не олимпийский вид спорта. И, в общем, нет, да, вот тех самых критериев, которые останавливают минспорт и так далее. В последнее время хоккей с мячом получил поддержку на уровне президента России. Ну, вот я тут читаю, что... Это национальный вид спорта. Путин открыл на себя хоккей с мячом. Я сказал, что да, что это национальный вид спорта, и все, он много чего говорит по поводу много каких-то там сторон нашей жизни. И что, от этого ведь этот вид спорта не становится спортом там мировых достижений, правда же? Ну, почему? Сборная, команда, Россия несколько лет подряд чемпион мира. Как вы не крутите, сколько бы команд не участвовало, титул чемпиона мира. Там сейчас больше, чем раньше раньше, вообще всего четыре участвовали. Сейчас там, по-моему, уже даже чуть ли не в две группы играют. Аж 16, 17, 17, 16. Какие вы злые, а как вы разбираетесь в спорте? Не важно, сколько команд участвует, титул чемпиона мира. Это классно, а деньги-то откуда брать? Ну, вот если мы говорим о футболе или о хоккее, то понятно. А здесь? Как долго ждать того, чтобы там... Почему, понятно, с футболом и с хоккей? Ну, потому что это настолько массовые виды спорта, что весь мир смотрит их, да? Ну, смотрит их, и тем не менее трудно назвать ситуацию. А хоккейские еще и вряд ли. Нет? Ну, достаточно много людей любят, смотрят их. Ну, по крайней мере, в Кирове, насколько я знаю, Родина самопосещаемая у нас спортивные события. Даже без вариантов. Там ведь еще много, значит, маркетинг, пиар. Это же сложно раскручивать это все. Я вот не знаю, я почему задаю такие вопросы, потому что я не понимаю, что должно случиться с этим видом спорта, чтобы было понятно, вот как вы говорите, правильно же, когда баловая система. Есть достижения? Светлана, неважно. Что здесь? Вот в случае командных видов спорта и клубов топовых, это даже не важно, там он входит в базовые, в олимпийские или нет. Если он для региона представляет ценность, ну, я так вообще-то думаю, что его должны финансировать местные крупные компании. А, вот. Ну как, Краснодар команду, наш магнит мы все покупаем в магните, а Краснодар команда выступает всем, все рады. Мы поддерживаем Краснодар. Мы поддерживаем, да, футбольный клуб Краснодар. То есть, и вот вы говорите, там, футбол, хоккей, везде одинаково, везде команды топовые финансируют спонсоры. В очень небольшом объеме вкладывается государство в развитие командных видов спорта. Поэтому тут ничего нового никто не придумал, и хоккей с мячом тут не исключение. Мне бы хотелось, чтобы вятские не только там в единичных каких-то людях и в болельщиках полюбили этот вид спорта, а чтобы эта любовь была продемонстрирована компаниями, которые скажут, да, это наш вятский бренд, да, это родина, без которой нет политики, без которой нет жизни города Кирова и области. И мы готовы профинансировать на долгосрочной, прочной основе команду. Это позволит команде составлять планы более такие надежные. Может быть, лучше тренироваться в лучших условиях. Да и комплектоваться лучше. Комплектоваться лучше, тренироваться лучше. Желательно комплектоваться за счет своих. Школа у нас блестящие результаты показывает. У нас есть чемпионы мира среди юношей, юниоров. Наши дети всегда на российском уровне играют блестяще. Поэтому есть за счет кого комплектоваться. Нужна только поддержка бизнеса. Потому что иначе те молодые люди просто поедут в другие громады. Но это как раз работа главы региона, я так понимаю. В том числе. В том числе. Я думаю, что тут должны поработать все. И все-таки представители различных бизнес-структур. Они просто должны собраться и понять, что это зона их ответственности. То есть в любом случае сначала должно быть политическое решение. Если оно будет, то соберется и бизнес. Я думаю, что тут задействованы будут немалые силы. И будут приложены эти все силы, чтобы команда играла. О каком-то спасении даже не очень удобно и говорить. Хочется всегда говорить о развитии. И хочется гордиться своей командой. И вот чтобы эта нервотрепка, и вот эти демарши, и демонстрации, чтобы их не было. Чтобы учебно-тренировочный процесс был налажен в полную силу. Ну и контракты. В том числе предсезонная подготовка, которая каждый год. Это естественно. Проходится абы как. Ну и там контракты, которые подписаны, чтобы они подкреплялись реальной помощью вятского бизнеса. Увы, у нас уже не остается совершенное времени с Светланом Валиславовым. Это хорошая такая точка была, я бы сказала. Правда? Да. Ну, главный вывод такой. Хуже не будет, сказала Светлана Валиславовна. Однозначно. По части спорта. Однозначно. Хуже не будет. Спасибо. Светлана Медведева, Светлана Занько. Мужской понедельник делает небольшой перерыв. Скоро вернемся мы с Николаем.